А вы в курсе, что с начала года за поиском работы в центр занятости населения Сочи обратилось порядка 1200 граждан? Из них пока трудоустроены 280 человек. Здравствуйте, в эфире программа «В курсе» и я, Ольга Десятова. В этой студии мы говорим на темы, которые затрагивают интересы всех сочинцев и жителей края. Но еще немного о статистике. Сегодня в банке вакансии центра занятости населения Сочи более 3500 предложений по трудоустройству. От простых рабочих до административного персонала. Таким образом, на одного незанятого гражданина, зарегистрированного в центре занятости, приходится две вакансии. Ну а безработными в Сочи признаны на сегодняшний день 1030 человек. Таким образом, уровень безработицы в городе составляет всего 0,28%. Цифры, кстати, ниже среднекраевых. Таких результатов в городе удалось добиться благодаря действующим в Краснодарском крае региональным программам и нацпроектам. Какие именно краевые госпрограммы по содействию трудоустройства сегодня есть в крае? Как обстоят дела с работой для молодежи, молодых мам, инвалидов, пенсионеров и людей предпенсионного возраста? На эти вопросы в студии программы «В курсе» в интервью нам ответила руководитель центра занятости населения города Сочи Анна Примакова. Анна Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, какие задачи на ближайший год сегодня перед центром занятости населения ставит губернатор Краснодарского края вне Минкондратьев и Анна Менькова, которая является вице-губернатором и курирует ваше направление. С целью создания условий, способствующих развитию рынка труда в Краснодарском крае, постановлением главы администрации Краснодарского края утверждена государственная программа содействия занятости населения на 2016-2021 год. В рамках данной программы мы организуем содействие в поиске подходящей работы гражданам, работодателям с целью подбора необходимых работников. Также мы оказываем услуги по профессиональной ориентации граждан с целью выбора сферы деятельности, профессии, трудоустройства с целью профессионального образования. Помимо этого, мы информируем всех обратившихся граждан о положении на рынке труда в Краснодарском крае и в том числе города Сочи. Если гражданин у нас признан в установленном порядке безработным, мы помимо всех вышеуказанных услуг также предоставляем такие услуги, как социальная адаптация, психподдержка. Мы можем обучить, повысить квалификацию, переобучить. Помимо этого, безработные наши могут открыть от центра занятости собственное дело. Также у нас есть мероприятия по временному трудоустройству несовершеннолетних, от 14 до 18 лет свободно от учебы время, испытывающих трудности граждан в поиске работы. И также мы организуем ярмарки вакансий, рабочих учебных мест и общественные работы с целью трудоустройства на временные места наших граждан. Также в настоящее время у нас в рамках национального проекта «Демография» реализуются такие мероприятия, как профессиональное обучение и повышение квалификации женщин, имеющих детей до 3 лет, которые состоят в трудовых отношениях, находятся в отпуске по уходу за ребенком. И женщин, которых имеют детей дошкольного возраста, но не состоящих в трудовых отношениях, которые самостоятельно обращаются в поисках работы и в профессиональном обучении в центр занятости. И помимо этого мы еще обучаем старшее поколение, граждане возрасте 50+, и предпенсионщиков. Обо всех этих направлениях мы еще поговорим подробнее, но прежде хочу узнать, каков сегодня в Сочи уровень безработицы и какие цифры, может быть, выше или ниже среднекраевых? На сегодняшний день у нас уровень безработицы в городе Сочи составляет 0,3%. Это что гораздо ниже уровня безработицы в Краснодарском крае на сегодняшний день. Вот на 1 января 2020 года он составлял 0,5%. Ну вы уже упомянули обучающие программы для людей пенсионного и предпенсионного возраста. Эта категория граждан очень важна, и краевые власти называют трудоустройство этой категорией задачей номер один. На Кубани даже создан региональный банк обучающих программ для переобучения этой категории. Кстати, кубанцев таких более 350 тысяч. Какова сегодня ситуация в городе Сочи? Как говорит на каждых совещаниях и круглых столах вице-губернатора Анна Менькова, одно из наиважнейших направлений сейчас, да, это, конечно же, профессиональное обучение и переобучение граждан предпенсионного возраста и пенсионеров. И помимо этого еще и женщин, вот как я и говорила, мамочек до 3 лет воспитывающих детей, и мамочек, которые имеют детей дошкольного возраста. По данным мероприятиям, кто хочет и желает к нам обратиться, обращается по нахождению своему, да, в Центр занятости, предоставляет нам заявление о профессиональном обучении. Если это женщины, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, предоставляют нам свидетельство о рождении, предоставляют паспорт, копию трудовой книжки. Помимо этого, они нам предоставляют документы о том, что они находятся в отпуске по уходу. Если же это мамочки, которые имеют детей дошкольного возраста, не состоящие в трудовых отношениях, они, конечно же, обращаются самостоятельно в Центр занятости с заявлением. Помимо этого, им во время профессионального обучения ежемесячно выплачивается, благодаря, опять же, краевым властям, стипендия, которая составляет минимальный размер оплаты труда, который установлен в Краснодарском крае на текущий финансовый год. Помимо этого, мы обучаем, я уже говорила, старшее поколение, 50+, да, это граждане, которые могут и состоять в трудовых отношениях или обратиться к нам самостоятельно. Если предпенсионщики, пенсионеры состоят в трудовых отношениях, то делают заявку работодатель о нуждаемости в обучении работников. Если же люди не находятся в трудовых отношениях, они обращаются, опять же, самостоятельно, им также выплачивается ежемесячная стипендия, также в размере минимальной оплаты труда, установленного в Краснодарском крае. Чтобы разграничить, начнем с пенсионеров и людей предпенсионного возраста, какие профессии наиболее сегодня востребованы, на кого хотят учиться сегодня люди старшего поколения? Я повторюсь, что мы обучаем граждан абсолютно любой категории по востребованным профессиям на рынке труда города Сочи. В основном это такие профессии, как кассиры, контролеры, продавцы. Это может быть и младший воспитатель, водители. То есть только востребованы профессии. А молодые мамы? Молодые мамы, опять же, если они состоят в трудовых отношениях, мы повышаем квалификацию по той профессии, на которой она находится сейчас, работает. Опять же, это и бухгалтера, и медсестры. Ну, в различную сферу. Еще один важный вопрос – это трудоустройство молодежи. И первый этап – это профтестирование. В этом направлении какую работу сегодня проводит Центр занятости населения? Работает, и мы занимаемся, конечно, регулярно, постоянно. Помимо этого, в ряде комплексов каких-то мероприятий, краевых мероприятий, мы, мои специалисты, Центр занятости, специалисты-психологи, проводят профтестирование учащихся 8-9 классов. Как показывает тестирование, что в нашем городе большинство наших подростков – лирики, а не физики. Могу привести пример тестирования, когда мы протестировали порядка 225 учащихся, из которых 26% оказалось больше склонны к каким-то профессиям творческим. Да, и что я хочу сказать, немаловажно, что 30% из 225 профтестированных показали результаты, что все-таки они еще не определились сферой выбора будущей профессии. Ну и для этого, конечно же, рекомендовано разработать ряд мероприятий, для того, чтобы все-таки помочь им определиться с будущей профессией. Какие это могут быть мероприятия, например? Мы организуем индивидуальную работу с нашими учащимися подростками, групповые мероприятия, мы проводим экскурсии, когда мы выходим в различные предприятия и знакомим наших подростков с определенной профессией, с определенным коллективом. То есть это различные виды. Для тех, кто уже определился с будущей профессией и уже даже обучился, конечно, следующий этап – это трудоустройство. И вот здесь как раз-таки молодые люди часто сталкиваются с проблемой, что работодатели не берут молодых людей без опыта. Как вы помогаете молодежи? Конечно же, да, есть такая проблема, когда выпускаются наши выпускники с образовательных учреждений, и им очень сложно найти работу в связи с тем, что, конечно же, работодатели наши в первую очередь ставят это опыт работы. Если гражданин закончил среднепрофессиональное образование, он может обратиться в центр занятости, где мы организовываем работу по временному трудоустройству. Граждан, которые не имеют опыта работы, им 18-20 лет, и они имеют среднепрофессиональное образование. Они обращаются в центр занятости, и мы помогаем им трудоустроиться, к работодателю на профессию по диплому, ну или по профилю. Помимо этого, благодаря нашему Министерству труда и социального развития мы также можем выплачивать нашим выпускникам материальную поддержку. То есть помимо зарплаты, выпускники получают материальную поддержку. Чем важна и нужна, я считаю, данная программа, наши выпускники могут познакомиться уже с работодателем, они могут набрать первый опыт, им предоставляет работодатель, и у них есть возможность остаться на постоянной работе в данной организации. Ну теперь хотелось бы поговорить еще о трудоустройстве инвалидов, что, как дела обстоят с этой категорией граждан, какие сегодня существуют краевые государственные программы по поддержке и содействию трудоустройства этой категории людей? Конечно же, особое внимание мы уделяем гражданам, которые имеют какие-то ограничения по состоянию здоровья и граждане, имеющие инвалидность. Не только, я могу сказать, что уделяется вниманию только не наш центр занятости, помимо нас, конечно же, об этом говорит и Край, администрация Края, вице-губернатор Анна Минникова, что такой категории граждан необходимо прям оказывать индивидуальную помощь, что мы, в принципе, и делаем. Мы проводим ряд мероприятий ежедневно, ежемесячно, еженедельно. У нас проводятся групповые консультации с инвалидами, на которых мы информируем наших инвалидов о рынке труда в городе Сочи, в Краснодарском крае. Мы рассказываем о наших программах, мы помогаем им трудоустраиваться. Проводятся индивидуальные консультации с каждым инвалидом. Мы проводим также еженедельно работу по консультациям непосредственно в Бюро медико-социальной экспертизы нашим инвалидам. Помимо этого, у нас идет большая разъяснительная консультационная работа с нашими работодателями в рамках круглых столов, совещаний. Для чего мы это делаем? Чтобы им разъяснить нормы трудового законодательства, и трудовые отпуска. И обязательно, если у них сокращенный рабочий график, у инвалидов у наших, что не должно быть вредных условиях на квартиру рабочих местах, созданных для инвалидов. Подбор работы и профессиональную ориентацию мы, конечно же, оказываем только в рамках программы реабилитации и реабилитации инвалида, выданного в установленном порядке в медико-социальной экспертизе. Если есть какие-то показания, или мы не можем трудоустроить инвалидов, мы можем его обучить. Обучение мы проводим, конечно же, гражданам, которые признаются в установленном порядке безработными. Помимо этого, в Краснодарском крае, в рамках мероприятия «Судействие занятости населения» мы нашим работодателям оплачиваем субсидию за каждого инвалида, которого организация принимает на работу. Мы оплачиваем заработную плату в размере минимальной оплаты труда, и оплата производится не больше трех месяцев. Но в любом случае это хорошее подспорье, чтобы наши работодатели брали на работу инвалидов. Помимо этого, у нас 1 января 2019 года существует программа организации сопровождения инвалидов. То есть все граждане, имеющие ограничения по состоянию здоровья, нуждающие в сопровождении, есть специалист, который проводит данного инвалида от центра занятости до рабочего места. На рабочем месте работодатель, конечно же, определяет наставника для данного гражданина, который помогает ему адаптироваться на рабочем месте. В 2019 году к нам обратилось 370 инвалидов, из них 207 человек мы трудоустроили. И, Анна Владимировна, расскажите, пожалуйста, где можно найти более подробную информацию о всех краевых программах, которые сегодня действуют на территории Краснодарского края. Актуальная информация содержится у нас на интерактивном портале службы занятости труда, Министерства труда и социального развития www.kubzan.ru И помимо этого можно ознакомиться с нашими программами, с нашей информацией на наших страничках в соцсетях. Спасибо большое за разговор. Спасибо вам. Ну и я добавлю, что в 2020 году на Кубани работу получат свыше 50 тысяч инвалидов. Об этом сообщила Анна Менькова в ходе совещания по социальным вопросам. В регионе сегодня проживает 137 тысяч людей с ограниченными возможностями здоровья. Из них трудится порядка 40 тысяч. Работодателями Кубани выделено свыше 17 тысяч квот для приема инвалидов. Искать работу в центрах занятости, конечно, помогают каждому и в ежедневном режиме. Один из интересных и эффективных форматов – это ярмарки вакансий. В конце февраля в Краснодарском крае прошла краевая акция «Служба занятости защитникам Отечества». Посвящена она 23 февраля. Ее цель, в числе прочих, помощь в поиске работы уволенных с военной службы. Ярмарки вакансий по поручению Министерства труда и соцразвития Краснодарского края прошли во всех городах региона с 17 по 21 февраля. В Сочи краевая акция проходила три дня. Ярмарки вакансий были организованы в трех районах Сочи в разные дни. В ярмарки вакансий в центральном районе Сочи, например, приняли участие 12 работодателей. Они представили для соискателей 269 вакансий. Что важно, все компании предлагали только официальное трудоустройство и белую зарплату. В целях информирования граждан уволенных с военной службы и членов их семьи о предоставляемых государственных услугах в сфере занятости населения, помощи в трудоустройстве, центр занятости населения города Сочи проводит ярмарки вакансий служба занятости защитникам Отечества в рамках краевой акции в период 17 по 21 февраля. У нас представлена обширная деловая программа. Это и дни открытых дверей, и круглые столы с работодателями по вопросам трудового законодательства. Именно в рамках национального проекта «Демография» производительность труда. Также мы рассказываем о квотировании рабочих мест для инвалидов. Все мужчины могут получить, конечно, которые сегодня пришли к нам на ярмарку, консультацию о своих трудовых правах, пообщаться по поводу переобучения, повышения квалификации. У нас сегодня доступна информация не только о вакансиях в городе Сочи, но и также во всем Краснодарском крае. Сегодня свои услуги предоставляют специалисты, Государственной инспекции труда в Краснодарском крае, управление социальной политикой администрации города Сочи. Наши специалисты центра занятости отвечают по вопросам трудового законодательства и консультируют о национальных проектах в рамках национального проекта «Демография». А в начале марта в Сочи состоится еще одна краевая ярмарка «Профессиональный мир женщины», приуроченная к Международному женскому дню. В рамках ярмарки по всему краю также пройдут круглые столы и консультации со специалистами. В преддверии, конечно, Международного женского дня будет проходить традиционная тоже ежегодная краевая акция «Профессиональный мир женщины». У нас будет запланированы во всех районах города Сочи ярмарки вакансий. Также в рамках работы ярмарок вакансий у нас будет открыт коллективный офис, коворкинг-центр для мамочек, которые у нас находятся в декрете с детками до трех лет, и для женщин, которые не состоят в трудовых отношениях, находятся в поиске работы с детьми дошкольного возраста. Представлены будет Управление социальной защиты населения, Торгово-промышленная палата города Сочи, Управление также социальной политики, которые расскажут про социальные гарантии, льготы, как по открытию самозанятости собственного дела. Обо всех имеющихся вакансиях, о ярмарках вакансий предстоящих можно посмотреть на интерактивном портале службы труда и занятости www.cubzan.ru В рамках краевых акций, ярмарки вакансий, которые проходят нацеленные на трудоустройство мужчин или наоборот именно женщин, у нас «Ты нужен Кубани» всегда проходят ярмарки для деток. Да, мы стараемся, конечно, максимально, чтобы у нас пообщались граждане с работодателями напрямую, провели совеседование и были трудоустроены. Иногда это доходит до порядка 30-40% трудоустройства. В среднем это где-то 15% трудоустройства по результатам ярмарки вакансий. Ярмарки вакансий для женщин в Сочи пройдут в следующие даты. 4 марта в Лазаревском районе, 5 марта в Адлере и 6 марта в Центральном районе города. Ну и добавлю, что на помощь в трудоустройстве также нацелен и нацпроект, производительность труда и поддержка занятости. Его цели в том числе – рост производительности труда и формирование системы подготовки кадров. В нацпроект планируют вовлечь не менее 10 тысяч средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики. Ну и это все, о чем мы вам успели рассказать сегодня. Вы смотрели программу «В курсе». Будьте в курсе всех событий, которыми сегодня живет наш регион. Ну а в студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова